Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Студнева Татьяна. Сегодняшний наш вебинар посвящен холодильному оборудованию производства Тевколд. И у нас сегодня в гостях представитель компании Елена Боруб. Елена, прошу вас. Здравствуйте, дорогие коллеги! Надеюсь, вы все здоровы и пребываете в хорошем настроении, несмотря на странную ситуацию в мире, которая по-своему сблизила нас. Сегодня я очень коротко расскажу о нашей компании Тевколд, буквально пару минут, и что мы предлагаем нашим представителям и клиентам. Также пройдусь по стандартному оборудованию довольно подробно и закончу наш вебинар новинками и новостями или изменениями в компании и ассортименте оборудования. Надеюсь, все меня слышат и видят хорошо. Как я сказал, меня зовут Елена Боруб, и я уже представляю компанию Тевколд в течение последних 10 лет. Все это время мы сотрудничали с компанией Деловая Русь, и я уверена, что большинство из вас, или те, кто проработали, во всяком случае, в компании много лет, знакомы с нашим брендом. Совсем коротко о нашей компании. Компания Тевколд – это довольно известный бренд. У компании партнеры по всему миру и количество стран, в которых стоит наше оборудование, превышает цифру 100 уже. Основной офис нашей компании находится в Дании, в городе Виборг, и у нас есть склады в Англии, Дании и Словении. На данный момент мы подписываем контракт о покупке новой компании. То есть, пока я не могу назвать, в какой стране это находится, но компания расширится примерно на одну треть. На сегодняшний день у нас около 2000 клиентов в разных странах по всему миру, и мы продаем около 200 тысяч единиц оборудования в год. На складах мы держим довольно много различного оборудования, обычно до 40 тысяч штук, и склады постоянно пополняются. Елена, подскажите, вот по поводу складов, понятно, по этим странам, а сами заводы по производству где расположены? И это ваши собственные заводы? В то время, когда мы познакомились с компанией «Деловая Русь», мы все производили на датском производстве. С тех пор произошел аутсорсинг нашего производства, и сейчас мы производим в основном базе в Китае и часть в Турции. Но так как трудно поддерживать такой широкий ассортимент оборудования, используя только одно или два производства, поэтому мы привлекаем другие производства на данный момент и увеличиваем ассортимент за счет новых производств. Но об этом я чуть-чуть позже расскажу. Я хочу сейчас немного рассказать о наших сильных струнах и почему мы работаем с теми же самыми клиентами десятилетиями, чем мы интересны нашим клиентам. В основном мы предлагаем стандартные решения, которые, как правило, есть в нашей складской программе. В таком случае вы можете заказать и сразу же вывести оборудование с одного из наших складов. Но если у вашего клиента есть специальное требование к оборудованию, мы можем произвести оборудование под заказ со сроком от 8 до 10 недель. Это зависит от того, какое количество, насколько сложное оборудование и в зависимости от спецификации. Это обычно возможно, начиная с количества 50 штук. Если клиент может ждать, ну и в том случае, если клиент может ждать, конечно, такой достаточно долгий срок производства, к чему, может быть, клиенты на российском рынке не совсем привыкли. Но зато у них будет продукт, который им, конкретный продукт, который им нужен. У нашей компании длительный опыт в холодильной индустрии, и поэтому каждая модель отработана, оптимизирована и надежна. Качество нашего оборудования высокое, и вам не придется краснеть перед вашими клиентами за наше качество. У нас много наработок, и мы постоянно следим за новыми тенденциями. И поэтому с каждым годом процессы разработки модели становятся быстрее. Теперь за год мы можем представить около 10-20 или несколько десятков новинок. Довольно трудно, как я уже упомянула, найти поставщика с таким широким ассортиментом оборудования, как TiffCold. Ваша компания хорошо знает это, так как вы отгружаете большое количество номинований в одной машине. Как я говорила ранее, у нас большие склады, которые постоянно пополняются, что дает нам возможность быстро отгрузить нужное клиенту оборудование. Во время ситуации с вирусом короны наши продажи на некоторых рынках даже возросли, потому что многие поставщики закрыли свои производства и не могли поставлять оборудование. А в то же время мы постоянно поставляли оборудование нашим и новым клиентам, используя ресурсы наших складов. Наша компания занимается только оптовыми продажами, но нашим долгосрочным клиентам мы готовы отгрузить в любом количестве и в любой комплектации, в любом комбинации, извините. Полную машину, одинаковые модели, микс из разных моделей или всего несколько штук. Хотя гарантия не входит в нашу цену, мы принимаем и рассматриваем рекламацию в течение года и помогаем нашим клиентам с запчастями или другими решениями. К счастью, это случается не так часто. А подскажите, а что значит гарантия не входит? Ваши цены, ваш парайс-лист, гарантия не входит, ну как по цене. То есть для того, чтобы иметь официальную, допустим, годовую гарантию, ваша цена возрастет. Но тем не менее у нас есть такая устная договоренность. В течение года мы рассматриваем ваши рекламации, если они у вас есть, и помогаем запчастями или находим другое решение, компенсации. Также мы всегда готовы проконсультироваться по техническим вопросам, отвечаем обычно в течение суток, достаточно быстро. На нашем сайте есть разнообразная техническая информация, наверное, многие из вас это знают. Ну, например, чертежи, взрыв схемы, списки запчастей, инструкции и много другой информации. Я хочу отметить, что нашим партнерам мы предлагаем выгодные для них и их клиентов решения. Это высокое качество по средней цене, этот вопрос сам говорит за себя. Максимально оптимизированное оборудование, здесь мы используем весь наш наработанный опыт, экономичное оборудование. Мы постоянно работаем над снижением энергопотребления, так как этого требует современное общество. Мы завозимся в окружающей среде, и в первую очередь это касается хладагентов, которые могут разрушить озонный слой. С 2018 года мы перешли на оборудование с натуральными хладагентами. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. Мы предлагаем стабильные поставки. Техпол это экономически сильная компания, гарантирующая стабильные поставки, независимо от внешних условий. Тут показаны три буквы А, это высшая категория кредитиспособности компании. Вы нам можете доверять по поводу тестов и заявлений на сайте или в каталогах информации. Мы точно следуем всем требованиям к тестированию коммерческого оборудования. Довольно много поставщиков выкладывают данные на основании требований к тестированию к бытовому оборудованию. Техпол всегда тестирует оборудование на основании требований к коммерческому оборудованию. Это означает, что при тестировании холодильное и морозильное оборудование должно быть заполнено продуктом. Мы используем специальные брикеты. Должна быть включена подсветка, если в спецификацию сходит подсветка. И должно быть постоянное определенное количество открывания дверей, так как это происходит в реальной жизни. Многие наши конкуренты это не учитывают и тестируют по бытовым требованиям. То есть включенный шкаф, но без подсветки, закрытый дверью и не загруженный. Поэтому иногда возникает разница между данными, например, по энергопотреблению или по температурному режиму не совсем реалистичная. Понятно? Да, но то есть как бы получается, так скажем, конкуренты некорректную информацию предоставят. Я не говорю, что все конкуренты, но у нас были неоднократные, я не хочу называть имена, мы не могли понять, почему очень исходный, допустим, холодильный шкаф со стеклянной дверью. Мы не видели практически разницы в этих шкафах. Наш и конкурента. Почему у конкурента потребление энергии было в два раза ниже указано? Со временем, конечно, мы попробовали это проанализировать и узнали, что конкурент замеряет на основании бытовых требований. Как я уже объяснила, это без подсветки, без заполнения холодильника и без открывания дверей. Ну, как я уже говорил, мы постоянно рассверяем ассортимент оборудования. У нас много новинок. В последние годы мы стали представлять все больше и больше новинок, по 10-20 новинок в год. Мы постоянно с совершенством оборудования меняем комплектацию, если это необходимо, улучшаем конструкцию, совершенствуем внешний вид. Как я уже упоминала, у нас очень широкий ассортимент. И вот на этом слайде вы можете увидеть то, что мы предлагаем на различные рынки. Это, например, барные шкафы, холодильные витрины, холодильные шкафы, горки, мини-бары, винные шкафы, столы, шокеры, холодильные камеры и так далее. И в правой стороне слайда это те клиенты или те направления, на которые мы поставляем наше оборудование. Тут и супермаркеты, пекарни, гостиницы, рестораны и многие другие. Но это вы, конечно, уже знаете. Мы работаем с тремя основными направлениями. Это производители напитков, производители мороженого и заморозки, и хорека. И вот на этом слайде вы видите оборудование, предназначенное для этих трех направлений. Ну вот, например, холодильное оборудование первое, это в основном направлено на производителей напитков. Здесь есть шкафы для напитков со стеклянной дверью, витрины, барные шкафы, гегераторы, холодильные бочки, холодильные лари тоже есть у нас в программе для напитков. Может быть, они не так часто востребуют, но у нас такие есть. Появились у нас промоутеры, я позже покажу, что это такое, это новинки. Различные горки, бонеты и настольные шкафы. Ну вот, следующая категория – это морозильное оборудование, направленное на, в основном, производители мороженого и производители заморозки, мороженая продукция. Это всевозможные морозильные лари, морозильные бочки, шкафы, витрины, лари для мороженого, я уже сказала, бонеты, настольные шкафы, морозильные. И так далее. И хорока, который вы очень хорошо знаете, вы много работали с нашим оборудованием из нержавеющей стали. Это всевозможные холодильные и морозильные столы, холодильные и морозильные шкафы, шокеры, колодцы для встраивания, саладеты и так далее. Ну что ты, секундочку. Ну вот, начнем с среднетемпературного оборудования, которое представлено следующими линейками. Это среднетемпературные или холодильные шкафы, мини-бары для гостиниц, лари холодильные, винные шкафы, медицинские шкафы и всевозможные витрины. Ну вот, первая категория – это среднетемпературные холодильные шкафы или холодильные шкафы. Хочу немножко о них рассказать. У нас есть очень много вариантов холодильных шкафов, начиная от 20 до 1500 литров. Ну, есть одно, двух- и трехдверные. Вот это трехдверные шкафы – это наша новинка. Они есть с световым канапе и без него. И маленькие холодильники настольные, которые вы довольно часто покупаете, начиная от 30 литров и 60 литров, 75, 100 литров и так далее. Эти шкафы у нас представлены в белом исполнении, то есть порошковое напыление и из нержавеющей стали. Шкафы есть со стеклянными и глухими дверями, как я говорила, одинарными, двойными и уже тройными дверями. Двери есть навесные и раздвижные. И навесные двери, они обычно перевешиваются. Эту информацию можно найти на нашем сайте, то есть указано, перевешивается дверь или нет. Шкафы есть статические. Статические шкафы наши обычные, всегда с вспомогательным вентилятором, то есть чистого статика у нас нет. И есть шкафы с вентилируемым холодом, то есть более мощным холодом, где температура понижается с более высокой скоростью. Все шкафы у нас с ножками или колесами, с замками, с подсветкой, если дверь стеклянная. И используем мы экологичные хладагенты. Елена, подскажите, вот здесь указано то, что двери перевешиваются на большинстве шкафов, а вот на каких, возможно, это сериях или группах шкафов двери не перенавешиваются? Это возможно с канапы или нет? Нет, не обязательно. Знаете, если бывают такие варианты, когда в двери или в раме есть подсветка, тогда довольно сложно. В принципе, можно ее перевесить, если хороший специалист, но довольно сложно, потому что надо всю проводку тянуть для переноса двери. И в этом случае мы, конечно, не рекомендуем самим перевешивать дверь. Это один вариант подсветки или если есть тепло в стекле или в раме. Ну, то есть, если тент установлено на запасывание. Хорошо, спасибо. Ну, вот мини-бары – это первая категория в этом разделе. Наши мини-бары абсорбционные или бескомпрессорные. Не знаю, насколько хорошо вы знаете наши мини-бары, если я правильно помню. Диалобарус не так часто их покупает, поэтому я немножко на них остановлюсь. Как я сказала, это абсорбционные или бескомпрессорные мини-бары. Абсорбционный тип предполагает движение хладагента по холодильной системе, которое происходит в связи с растворением аммиака в водной массе. За счет этого, за счет того, что отсутствует компрессор, эти холодильники абсолютно бесшумны. И что очень важно в гостиницах, в номерах, где постояльцы отдыхают. И, кроме того, отсутствие компрессора делает то, что эти мини-бары практически не ломаются и не требуют сервиса. То есть они достаточно долговечные. Мини-бары представлены в разном качестве на рынке, начиная, может быть, от 60-70 евро. Ну, это, естественно, экспорт. И есть достаточно дорогие мини-бары премиум-класса. Мы находимся где-то посерединке. И по цене, по качеству наши мини-бары очень хорошие. До сих пор в работе есть мини-бары, которые прослужили 15-20 лет. И они продолжают отлично работать. Представлены мини-бары 30-40 и 50-ти литров, то есть три размера. И оба размера есть и со стеклянной, и с глухой дверью. За счет того, что нет компрессора у мини-баров, энергопотребление достаточно низкое. Двери можно перевешивать. Мини-бары подходят полностью для полного встраивания в мебель. Опять же, за счет того, что нет компрессора, это очень неудобно. Некоторые гостиницы встраивают бытовые маленькие холодильники, что не очень удачно, потому что, во-первых, из-за того, что в мебели среда становится очень теплой, компрессор постоянно включается, и быстро изнашивается. То есть постоянно работающий компрессор повышает потребление электроэнергии еще дополнительно и постоянно шумит и мешает сну постояльцев. То есть таких проблем абсолютно нет в мини-барах абсорбционного типа. Обычно их используют в гостиницах, как я сказала. Наши мини-бары стоят во многих гостиницах и в сетевых гостиницах в разных странах мира. Но в том числе мини-бары можно использовать и в домах отдыха, в больницах и офисах за счет того, что в этих случаях холодильник не открывается много раз. Например, мини-бары не подходят для тех условий, когда в баре, например, где его открывают, может быть, 100, 200, 300 раз за короткое время, за вечер. Мини-бары в гостинице или в офисе, ну сколько их раз откроют, 10, 15, 20, не больше, наверное. Поэтому за это время бескомпрессорная система успевает нагнать холод опять. То есть они хорошо охлаждают при небольшом открывании дверей. Я вначале упомянула, что мини-бары бывают разного качества. Я вам не советую покупать самые дешевые мини-бары, потому что это получится, чтобы вы просто купили обычный шкафчик. То есть я много остановлюсь в гостиницах и вижу там, где стоят дешевые китайские мини-бары, они просто не холодят. В некоторых даже температура становится выше, чем температура окружающей среды. Поэтому на этом не надо лучше экономить. Наши винные шкафы представлены сериями CPV и TFW. CPV – это более такая простая, недорогая серия, а TFW – это серия премиум-класса, но в то же время по довольно доступной цене. Ну вот, не знаю, знакомы ли вы с хранением вина. Ну что важно для хранения вина? Во-первых, это неподвижность бутылки, то есть отсутствие вибрации. Поэтому, наверное, класть вино в обычные холодильники – это не очень хорошая идея. Для хранения вина нужны специальные компрессора с пониженным уровнем вибрации. Кроме того, важно отсутствие различных запахов. Поэтому, опять же, положить хорошее вино в холодильник, где лежат разные продукты – сыр, чеснок, соусы и так далее – тоже, наверное, не лучший выбор. Потому что все запахи через пробку впитаются в вино, и вкус его будет не лучшим. И поэтому мы рекомендуем, если вино хорошего качества, хранить его обязательно в винных шкафах, отдельно от продуктов. Ну и третий фактор – это отсутствие прямых солнечных лучей. И в этом случае мы предлагаем затемненное стекло в наших винных шкафах. То есть во всех наших винных шкафах стекло затемненное. Мы предлагаем разные виды, размеры и дизайн шкафов. У нас есть одно температурное, есть двух температурные шкафы для разного вина, например, для красного и белого. Но если, допустим, поменялась ситуация, и ресторан или кафе предлагает, например, только один тип вина, этот двух температурный шкаф всегда можно перепрограммировать для того, чтобы использовать для одного типа вина. В этом случае надо термостат или контроллера, в этом шкафу два контроллера, установить на примерно одинаковую температуру. Шкафы винные у нас есть со стеклянной и глухой дверью. Ну, как я уже сказала, мы используем компрессора с пониженной вибрацией для того, чтобы бутылки вина находились в покое. И внутри винных шкафов есть обычный простой угольный фильтр, который надо иногда менять. В течение, наверное, нескольких месяцев он действует, и потом его надо заменить. Он недорогой, это стоит копейки, то есть это не вызывает никаких проблем. В наших винных шкафах деревянные полки со стопором. Стопор нужен для того, чтобы, если вы выдвигаете полку шкафа вместе с тяжелыми бутылками вина, чтобы полка не упала, не опрокинулась, и бутылки не упали на пол, не разбились. То есть есть определенный стопор. И винные шкафы есть статик, есть вентилируемые. Тут уже вопрос в том, какое вино вы храните, или какие у вас есть предпочтения. Статик вполне подходит. Статик, опять же, я говорю со вспомогательным вентилятором, вполне подходит для хорошего вина. Да, вентилируемые шкафы быстрее охлаждают продукцию, бутылки вина, но иногда влажность в шкафу очень сильно понижается, что, может быть, не всегда хорошо для винных пробок. Но это быстро, если шкаф открывается, то эта влажность быстро устанавливается на нужный уровень. Поэтому ничего нет такого страшного. Но, как я сказала, статик вполне приемлемый для хорошего вина тоже. Статик и дешевле. А все-таки рекомендуется с каким типом охлаждения? Или с этим вина зависит? И те, и другие хороши. Вентилируемые шкафы, наверное, лучше, если, допустим, ресторан, где большое потребление вина, и оно довольно быстро расходуется. В таком случае вы положили бутылку вина, оно бы довольно быстро охладилось. И вы вытащили, положили другую бутылку вина. То есть в этом случае. Статик для долгого хранения вина – отличное решение. Ну, тут еще, конечно, играет роль и дизайн, то, что вы предпочитаете. Статик – это у нас, здесь у меня, к сожалению, не показано. Это наши шкафы CPV. Их, кстати, много в России я видела в супермаркетах, в магазинах. Хорошие, недорогие винные шкафы. Кстати, у нас их очень много покупают на французском и итальянском рынке, которые известны своим винным производством. Так что я думаю, они знают, что качество этих наших шкафов довольно хорошее, поэтому в большом количестве они туда уходят. Можем дальше продолжать? Да, да, конечно. Следующая категория – это барные шкафы серии BA и DB. Их вы тоже, наверное, хорошо знаете. Серия BA – это наша стандартная серия, которая существовала много лет. И чуть позже, лет 5 назад, мы создали серию DB. Это похожая серия, но немножко удешевленная для тех рынков, у которых есть нужда в более дешевом оборудовании. Они все равно не дешевые, конечно, но разница в цене, наверное, где-то 10-12, даже 15% между серией BA и DB. Разница небольшая, разница в раме двери. Вот, рама двери у серии BA изготовлена из крашеного металла, а у серии DB из пластика. Ну, пластик достаточно красивый и очень прочный, то есть никаких проблем с этой пластиковой рамой не будет. За счет этого удалось удешевить серию DB. И, кроме того, в серии BA у нас полки из нержавеющей стали, а в серии DB они пластифицированы, что, впрочем, и предлагают большинство наших конкурентов. Ну, вот это тоже у нас есть клиенты и на более дорогую серию, и на более дешевую. Ну, опять же, это на вкус и цвет. Мы предлагаем одно-, двух- и трехдверные шкафы этой серии. Есть шкафы со стеклянными дверями, есть с глухими дверями. Вот это, это не эта серия, я чуть-чуть позже скажу. Это CBC, модели CBC, так что на это не обращайтесь. Вот это вот серия BA с тремя дверями и с одной дверью. Три двери, они бывают распашные, бывают раздвижные. Двухдверные тоже самое. Ну, естественно, однодверные, только распашные. Однодверные шкафы у нас есть в двух размерах. Один чуть уже, 50 см и 55 см. Две высоты у нас есть в этой серии, 87 и 90 см. Насколько я знаю, в России барные стойки, стандартная высота, это 85 см. Ну, 90 см. То есть высота клиентской столешницы, как правило. Ну, тогда наши шкафы 8-7 см достаточно хорошо подойдут. Просто я помню, был какой-то период, когда мне говорили, что у вас не такие высокие столешницы, и поэтому наша вот эта серия не проходила под столешницы, под башей, и поэтому в основном брали оборудование УР, вот эти УР-200G, это не специализированное барное оборудование. Ну, это, по-моему, холодильники для напитков. Да, холодильники для напитков. Ну, их брали вот вместо этих шкафов, потому что они лучше подходили по высоте, а не 85 см. Но по-разному бывают, как бы по высоте клиентской столешницы, где-то и 85 делают, и иногда и 90. То есть тут в зависимости уже от предпочтений клиента, соответственно, мы подбираем подстольное оборудование нужной высоты. Понятно. Елена, подскажите, вне зависимости от серии, будь то это БА или БДБ, холодильники и там, и там могут быть как с глухой, так и со стеклянной дверью? Вы знаете, глухая дверь – это обычно под барную стойку для бармена. То есть ему не обязательно стеклянная дверь, потому что он знает, где у него что-то находится в любом случае. Глухая дверь, она немножко экономит электроэнергию. Ну, в этом преимущество. В принципе, это тот же самый шкаф. Ну да, у нас есть, в ассортименте у нас в основном, вернее, в складской программе со стеклянными дверями, потому что их, наверное, покупают 90% с стеклянными дверями и 10% с глухой дверью. А стеклянная дверь – это уже в основном шкаф для клиента, то есть он стоит напротив, клиент может видеть, что находится в этом шкафу, там, напитки или что-то. Другая продукция. В принципе, это рассчитано на клиента. Но кроме того, у нас есть еще серия CBC, вот это вот, да, это мы называем их барные столы. Не так много их покупают, ну, если сравнить с барными шкафами, но все же есть клиенты на них. Отличие в том, что холод в этих столах еще более мощный, чем в барных шкафах. В барных шкафах аркентилируемый холод, достаточно быстрая скорость снижения температуры, но вот в этих сериях CBC она еще более скорая. То есть для тех мест, где поток посетителей очень большой, можно предложить вот такую серию CBC. И здесь уже можно его не встраивать, то есть верхнюю вот эту поверхность можно использовать как рабочий. Ну, все эти шкафы серии B, A, D, B, ну, и в том случае CBC, они встраиваемые, то есть их можно 100% встраивать, никаких проблем, вплотную в мебель, ну, быстрое охлаждение, как я уже говорила, и вот две высоты 8,7 из 90. Ну, дальше мы двигаемся к низкотемпературному, низкотемпературному или морозильному оборудованию, которое представлено ларями для мороженого, различными банетами, витринами для мороженого, ларями для замороженной продукции, морозильными шкафами и шкафами витрины. Наверное, вы знаете нашу серию F.R. Это морозильные ларьи с глухой крышкой под заморозку. Они очень востребованы на всех рынках, как для профессиональных клиентов, так и для частных домов. Универсальное применение, как, например, при ограниченных средствах, заменят, этот ларь может заменить и стол, и шкаф, ну, например, ларь с нержавеющей крышкой. Дома используют их для заморозки садовой и лесной продукции, например, ягод и грибов. Ну, мы предлагаем это оборудование от 100 до 700 литров, как я уже сказала, с белой крышкой и крышкой из нержавейки, крышкой из нержавейки, которую можно использовать как рабочую поверхность. Эти морозильные ларьи имеют прочные колеса и замки. Корзины включены в спецификацию. В комплектацию? О, извините, да, в комплектацию. А подскажите, а корзины можно устанавливать в один ряд только? Или в два можно? Нет, да, в этих морозильных ларях только в один ряд. Да, в один ряд. Ну, в смысле, по высоте вы имеете уровень, да? Да, да. Да, но под корзинами тогда будет пространство для хранения, можно коробок еще дополнительного объема. Лабораторные ларьи у нас есть тоже. Они используются для разных целей, иногда немного неожиданных, о которых мы даже сами не знали. Ну, вот, например, ну, конечно, лабораторные, они используются в лабораторных целях. Например, есть такие случаи, у нас покупают эти морозильные лари для тестирования прочности материала, они заполняют его просто-напросто кирпичами. То есть, тестируют прочность кирпича в минусовых условиях. Используют эти лари также для медицинских целей, для хранения плазмы крови, и также для заморозки, быстрой и глубокой заморозки рыбы для суши, например, да, потому что рыба для суши до приготовления должна быть на сутки, как минимум на сутки заморожена, дольше тоже нежелательно, да, причем она должна заморозиться быстро и глубоко, до минус 40 градусов примерно. Вот эти лари можно использовать для заморозки рыбы. Мы предлагаем, начиная от 100-литровых до 400-литровых лари эти, у них есть, естественно, электронный термостат с показанием температуры, и с оповещением, если температура начинает повышаться. У них прочная ручка и колеса, и, как я уже сказала, довольно широкое применение. Они пользуются все больше и большим спросом на российском рынке, кстати, у нас их довольно много покупают, ну, для такого различного применения. Постоянно клиенты, конечные клиенты обращаются в разные лаборатории, и запрашивают у нас этих лари, которых мы отправляем в нашу дистрибьютору. Следующая категория – это лари для мороженого, представлены несколькими сериями, дизайнами и размерами. На разных рынках востребованы разные модификации, например, в России в основном с гнутыми раздвижными крышками, в странах Балтии и Скандинамии с прямыми раздвижными крышками, а во Франции – с прямыми открытными крышками. Трудно сказать, почему такая приверженность, но, скорее всего, это просто традиции и привычка. Ну, вот у нас есть несколько серий, заканчивающиеся на SC – это прямые крышки, SCB – это гнутые крышки, SC – это прямая наклонная крышка, и серия NIC или NITS, или не знаю, как вам удобнее это называть, она, повторение тех же серий, только немножко другой дизайн, уже с пластиковой гнутой рамой, верхней рамой. От 100 до 600 литров, нет, здесь ошибка до 700 даже литров, модель EC-SC у нас есть и в 700-литровом исполнении. Покрыты, окрашены с помощью порошкового покрытия, в белый цвет, рамы или серебристые, или серые, пластиковые. Внутри тоже порошковое покрытие, раньше наши лари были в основном с алюминиевым внутренней отделкой, а с недавнего времени, год назад, мы перешли на порошковое покрытие, что более гигиенично, более красиво, то есть алюминий, он может немножко окисляться, если присутствует какая-то задержка с очисткой или разморозкой и так далее, алюминий может немного окисляться, но что не происходит с порошковым покрытием. Ну и возможно брендирование, нанесение логотипа на такие морозильные лари, это очень удобно, многие клиенты хотят свой логотип на стенках, на передней стенке или на боковинах ларя. Ну вот раньше мы поставляли морозильные лари с неполным комплектом корзин, это было указано на сайте, помодельно, ну с этого года мы предлагаем с полным комплектом корзин, то есть уже не надо покупать дополнительные корзины. Ну и как я вам сказала, нужна не обшивка, гербонизированная сталь с порошковым покрытием. Следующая категория, это низкотемпературные шкафы разных типов, многие из которых имеют соответствующую среднетемпературную модель, для того, чтобы их можно было поставить рядом, то есть они подходят по дизайну. Эта категория представлена шкафами от 50 до 1500 литров, и опять же есть модели с одной дверью, с двумя и с тремя дверями. Есть шкафы белые, есть из нержавеющей стали, забыла я упомянуть по поводу холодильных шкафов, ну это касается тоже и морозильных шкафов, что нержавеющая сталь, использующаяся в шкафах холодильных и морозильных, такого типа, она обычно за нержавейкой 430, сорта 430. То есть для таких шкафов использование нержавейки этого типа не критично, потому что они обычно стоят в торговых залах, в магазинах и так далее, и не подвергаются каким-то очень высоким температурам или повышенной влажности, или соприкосновением с различными продуктами, поэтому нержавейка 430 отлично подходит для этого оборудования. У нас предлагаются и шкафы, опять же, статик с вспомогательным вентилятором, я уже несколько раз упомянула вспомогательный вентилятор, но это означает, что вентилятор как бы перемешивает, то есть это не вентилируемый холод, это вентилятор просто, который перемешивает воздух внутри холодильника, для того, чтобы не застаивался воздух и температура была более однородной. Обычно есть тенденция, что в одном слое стоит более высокая температура, в другом более низкая. Вентилятор помогает нарушать вот это вот застаивание. В вентилируемых шкафах полки регулируемые, то есть их можно поменять местами, можно увеличить их количество, переставить и так далее. В статических шкафах полки являются частью испарителя, поэтому их уже изменить нельзя, то есть нельзя добавить дополнительную полку. Все шкафы с ножками, замками и подсветкой, ну и, конечно же, используем мы экологичный хладагент. А подскажите, пожалуйста, при добавлении полки надо докупать, допустим, там, либо комплект направляющих или крючков? То есть необходимо что-то дополнительное еще докупать? Вы знаете, это очень зависит от модели. То есть в некоторых моделях у нас есть встроенные направляющие уже, а в некоторых направляющие надо докупать. Но в таком типе шкафов они обычно встроенные, поэтому только полки. Ну вот следующая категория – это категория гастро, которую вы, наверное, очень хорошо знаете. она нацелена на клиентов хорики и широко используется на многих рынках для предприятий питания, супермаркетов и так далее. В этой линейке, я немножко сказала о нержавейке 430 в предыдущей серии, но в гастро мы используем исключительно нержавейку 304, которая сертифицирована для использования в пищевой индустрии. В этой линейке имеются модели и евро, и гастро-нормированные. Оборудование полностью запенено по всей высоте для стабильности, и пена у нас высокой плотности от 40 до 60 мм. Изоляция. Мы используем только высококачественные компрессора и электронику европейского производства. Опять же, экологичные хладагенты, натуральные хладагенты R600 и R290. Только их мы используем. Закругленные углы для облегчения уборки. Испарители покрашены порошковым напылением. Это для того, чтобы они не ржавели. Агрегат легкодоступен для удобной профилактики и сервиса. Чуть позже я расскажу о новом внешнем дизайне нашей линейки гастро. Ну, начнем со столов. Они бывают бортом и бывают без борта. Несколько серий у нас представлены. Серия SK, CK и BK. То есть 60, 70 и 80 сантиметров глубиной. С двумя, тремя и четырьмя дверями. Ножки у нас регулируемые от 15 до 18 сантиметров. И как опция есть колеса. Если есть клиенты, которые предпочитают колы на колесах, то, пожалуйста, можно заказать колеса. Это для облегчения уборки, передвижения мобильности и так далее. Двери, естественно, колеса могут меняться на этом типе столов, на высоких ножках. Здесь, конечно, ножки нельзя посадить. Здесь есть ролики, которые помогают передвижению этого стола. Двери самозакрывающиеся. В дверях стоят магнитные уплотнители, которые очень легко заменить за несколько минут. Двери можно заменить ящиками, если клиенту нужны ящики. На некоторых рынках, например, на рынках стран Балтики, используют в основном только столы с ящиками. Практически не используются с дверями. На российском рынке в основном с дверями, но некоторые клиенты все-таки предпочитают и полный комплект ящиков, или частично, допустим, двери и ящики. На складе у нас в складской программе есть две модели с ящиками. Это двух дверей, которая была бы с двумя дверями, то есть она с двумя комплектами ящиков. И вот такая вот модель, как здесь на фотографии, с тремя комплектами ящиков. Это у нас в складской программе. Если нужна другая комбинация, то есть надо будет двери заменить на ящики. Мы можем их заменить сами, но это будет за дополнительную плату, или вы можете уже у себя на месте. Заменить, купив комплект или там несколько комплектов ящиков. А заменить на ящики это можно только при заказе? Или, допустим, вот у клиента уже стоит стол, и мы можем докупить ящики и заменить на месте? Да, всегда можно докупить и заменить позже, да. Ну, в этом случае придется, конечно, дверцу уже утилизировать, потому что ее, да, или оставить на складе как запасную часть, если вдруг клиент передумает. Ну, вот такой вариант мы предлагаем, потому что, как я говорила, наш складской запас очень большой, и нам трудно хранить. И мы, каждая модель у нас на складе, допустим, в 100-200 экземплярах. И нам очень трудно иметь все столы во всех, в любой комплектации, в большом количестве на складе. Поэтому вот выбрали такой вариант. А, Елена, еще не подскажете, высота ящиков какая? Иногда вот для клиентов это принципиально, потому что там бутылки кто-то убирает. Ну, то есть я не говорю, что только в баре используют, а вот просто. Знаете, я не помню, я могу прислать вам чертеж, чертежи, потому что они разные, есть у нас комплект из двух ящиков, есть комплект из трех ящиков. Высота у них разная. Я могу прислать чертеж или, допустим, размеры просто, и вы тогда можете сделать после семинара рассылку. Хорошо. Ну, компрессор у нас находится в выдвижном ящике для облегчения уборки сервиса. Полки. Обычно в таких столах по одной полке за каждой дверью. И они пластифицированы, ну, так же, как и предлагают в основном наши конкуренции, тоже пластифицированная полка. Охлаждение в таких столах, вот на ножках, и где компрессор расположен с правой стороны, вот этот и этот шкаф, вернее, стол этот. Это вентилируемые столы, то есть более мощный холод, температура снижается намного быстрее. А столы, у которых компрессор внизу без ножек, это уже статик, ну, опять же, с вспомогательным вентилятором. То есть, на взгляд, очень легко определить. Компрессор справа, вентилируемый, компрессор снизу, так. Ну, как я говорила, они у нас есть с бортом. Вот борт высотой обычно 10 сантиметров. И есть столы без борта. В основном покупают столы с бортом. Без борта покупают, если нужно, чтобы, может быть, стол стоял где-то в середине зала. Да, забыла сказать, на вентилируемых столах, опять же, вентилируемые столы, где компрессор справа, столешница снимается. То есть, вы ее всегда, если у вас стол с столешницей, вы можете ее всегда снять. Там просто надо надрезать силиконовый слой, 4 шурупа открутить, и все, столешница снята. Под столешницей изоляция, все работает прекрасно. Можно просто установить под нужную вам столешницу, и стол работает. Вот в этих столах столешницу снять нельзя. То есть, там будет сразу, как бы, колодец. Вы не сможете, он не будет работать, будет терять температуру. То есть, только вентилируемые столы предлагаются без столешницы. На складе у нас только столы со столешницей. Под заказ можно и без столешницы, конечно. Но, как я вам говорила, заказ под заказ, это обычно, ну, примерно начиная от 50 штук. Ну, следующая категория – это саладетты и столы для сэндвичей. Это серия SA и SS. Они, в принципе, являются теми же самыми столами, но с колодцем или настройкой для гастроемкости. Опять же, предлагаем здесь два варианта – статик со вспомогательным вентилятором или вентилируемый холод. Вот, вентилируемый холод – это статик. Компрессор размещен внизу или справа. Вот в этих столах регулируемые ножки от 15 до 18 сантиметров. Здесь тоже можно ножки немножко регулировать, но они совсем маленькие, они где-то около 2 сантиметров. Ну, там несколько миллиметров можно выиграть, если это играет большую роль. Предлагаем саладетты с двумя или тремя дверями. Они существуют с дверями и с ящиками. И вот, кстати, стол такого типа, он у нас предлагается с двумя ящиками, одной дверью или с четырьмя ящиками. Ну, существует, естественно, цифровой дисплей для показа температуры и автоматическая разморозка во всех моделях. Для приготовления пиццы у нас есть столы с гранитной поверхностью. Под гранитом есть слой изоляции, чтобы поверхность не была слишком холодной, так как это мешает раскатыванию теста. Эти столы, которые вы сейчас видите на этом слайде, их можно предлагать, ну, или желательно предлагать небольшим пиццериям с небольшим потоком посетителей, так как это столы, опять же, статик с помогательным вентилятором, и количество продуктов в этих столах будет ограничено. Ну, то есть, для большого потока посетителей и для постоянного заполнения, нового заполнения продуктами стола, желательно использовать, ну, вот следующая серия, которую я вам покажу, это вентилируемые столы для пиццы. Ну, в этих столах есть отделение для гастроемкостей, такого или такого типа, вот я как и показываю, две и три двери, и за каждой дверью одна полка. Вот это уже вентилируемые столы с двумя и с тремя дверями, вентилируемый холод и автоматическая оттайка, гранитная поверхность, которую можно снять, в предыдущих столах с этой поверхности снять нельзя было. В каждом отделении 7 пар направляющих под листы евронорм, это 300 на 600, полок в этих столах нет, то есть, если вам нужны полки, их надо специально заказывать, но так как они рассчитаны под специальные листы, которые есть в каждой витрии или в пекарне и так далее. Витрина, вот витрина ВК, она включена в комплектацию, но возможно приобрести столы и без витрины. Цифровой дисплей для показа температуры, для регулировки программ, самозакрывающиеся двери, ну и опять же магнитные уплотнители, которые очень легко меняются. Вот в таком столе ПТ-1310 еще есть 7 ящиков в левой стороне. Эти ящики не охлаждаемые, они предназначены для теста, то есть для теста не нужна такая холодная температура, когда вот тесто поднимается, ну или там выжидает своего времени. А вы подскажите, есть еще, ну так скажем, ну не холодное брожение. Иногда устанавливают, получается, столы евро-норм. Возможно ли туда установить, ну кроме противня, лоток для теста, ну который также имеет размер 600 на 400? Да-да, конечно, можно. Просто их не так много вы установите. Да-да, потому что мы сейчас. Противень, там вы можете 7 установить, то вот таких лотков, в зависимости от глубины, ну может быть 3 вы сможете найти или 4. Хорошо. В зависимости от высоты лотка. Ну как я сказала, в комплектацию для столов для пиццы входят в витрины ВК, но эти витрины, они являются отдельными, как бы, холодильными установками, у них независимая холодильная система и компрессор. То есть вы их можете использовать и в других случаях, не только для столов для пиццы. Их можно поставить на обычный холодильный стол, или можно поставить на нейтральную мебель, или можно даже повесить на стену. Эти витрины, они имеют статическую холодильную систему, здесь уже вентилятора нет. И стеклянный, ну обычно в основном приобретают витрины со стеклянным колпаком, или, как сказать, стеклянной надстройкой. Но есть клиенты, которые предпочитают крышку из нержавейки. Ну и у нас две глубины 335 и 395 мм, а длина уже разная. По-моему, 7 различных длин. Подходит под гастроемкости, естественно. Информация по гастроемкостям и комбинации гастроемкостей в витринах ПК у нас есть на нашем сайте. Используют холодогенты R600. Ну и есть электронный градусник на этих витринах. Ну, в каждой кухне, кроме столов, холодильный объем, которых используется краткосрочно, нужны мощные холодильники и морозильные шкафы. У нас они представлены различными сериями. Ну, это серии, вы, наверное, очень хорошо знаете, РК и РФ 710 и 1420 – это 700-литровые и 1400-литровые шкафы с глухими дверями. Есть серия БК и БФ – это евронормированные шкафы для выпечки или для мороженого. И есть, здесь довольно плохо видно из-за эмблемы, РК и РФ 500, 505 и 1010 – это уже ненормированные шкафы с обычными размерами. В стандарте они на колесах и ножки как опция. Ну, большинство наших клиентов предпочитают шкафы иметь на колесах, поэтому мы выбрали именно такую комплектацию для складской программы. Иногда есть клиенты, которые предпочитают ножки, потому что, как говорят, бывают неровные полы, и тогда ножки подходят лучше, потому что каждую ножку можно подкрутить под какую-то конкретную высоту. Шкафы эти есть с глухими дверями, есть в шкафах со стеклом подсветка LED, и опять же в шкафах тоже можно очень легко определить, какие из них вентилируемые, а какие статик. Ну вот компрессор наверху расположен, это значит вентилируемый шкаф, компрессор внизу – это шкаф-статик с помогательным вентилятором. Все эти шкафы изготовлены из нержавейки 304, как я говорила, сертифицированные нержавейки для предприятия пищевой промышленности. Ну вот к этой категории мы все же добавили шкаф UR и UF-600S, это шкаф гастронормированный, но он из нержавейки 201. Это вот единственный шкафчик, который… Ну это более такой бюджетный шкаф, который можно предлагать на тех рынках, где требуется более низкий цен. А так наша гастролинейка – это 100% нержавейка 304. Шокеры у нас есть на 3, 5, 10 и 14 уровней, тоже есть в складской программе. Температурный режим от минус 18 до плюс 70 градусов, то есть с 70 градусов вы можете охладить до минус 18 в быстром темпе. Четыре стандартные программы, гастро- и евро-нормированные одновременно, то есть это вот здесь внутри направляющие, есть и для гастро- и для евро-норм. Самозакрывающаяся дверь и включена в спецификацию, комплектацию температурный щуп. Шокер предназначен для быстрого охлаждения продуктов, а для их хранения после того, как продукт охладился, его желательно использовать только кратковременно. После этого надо перенести продукцию в обычный холодильный или морозильный шкаф. Вот хотела обязательно сказать вам о новом дизайне линейки гастро. Мы перешли с этого года на новый дизайн. Различия. Вот смотрите, с левой стороны это старый дизайн, справа новый дизайн. Различия. В новом дизайне утопленный контроллер, который и лучше выглядит, и более удобный в употреблении, более усовершенствованная ручка и новые вентиляционные решетки. Может быть здесь плохо видно, но на сайте вы можете это рассмотреть. В шкафах РК-710 и РФ-710, что важно, усовершенствованный принцип установки полок, то есть появились встроенные направляющие. Раньше надо было покупать направляющие и полки. И более современный внешний вид. Ну и в столах тоже самое. Другая ручка немножко, по-другому расположен контроллер и вентиляционная решетка. Более привлекательный дизайн. И хочу в заключении по гастролинейке коротко сказать, почему сталь 304 лучше, чем многие другие сорта нержавеющей стали. Ну, для обустройства профессиональной кухни лучше выбирать 304 нержавейку, так как этот сорт стали содержит более высокий процент хрома и никеля, что делает ее более кислотой и износостойкой. Этот материал утвержден для процессов пищевой обработки, так как не вступает во взаимодействие с продуктами. Оборудование нашей нержавейки цифкол, как я упоминала уже несколько раз, 100% изготовлено из нержавеющей стали. Вот внизу вы видите такие неприятные образцы стали. Это может быть 430 или 201, который все же ржавеет при несвоевременном уходе, низкой гигиене, или если на столе оставляют кислотосодержащие продукты, как кетчуп, помидоры, лимонный сок или другие продукты. Вот такой вид может приобрести ваш стол. Это не случается со столами или шкафами из 304 нержавейки. То есть после очистки, после того, как вы навели в нем порядок, разморозили, стол будет в таком же виде, как он был в самом начале. Как я вам говорила, мы используем новые экологичные хладагенты. Это R600 и R290. И, наверное, очень важно упомянуть, что в ваших прайс-листах или на нашем сайте в названиях модели употребляется буква И и буква П латинская. И это обозначает использование R600 из абутан и буква П пропан R290. Ну вот, и тут два примера, где вы видите буквы И и П, то есть те хладагенты, которые мы используем. Ну и новинки. Так, что мы делаем, Татьяна? У нас уже времени все, да? Нет, мы можем по новинкам, давайте пройдемся все-таки. Так, новинки. В этом году у нас появилось много новинок, и те представители Деловой Руси, которые были на хосте, уже, наверное, успели их увидеть. Ну вот, например, мы предлагаем новые шкафы, мы следуем мировым тенденциям, то есть становятся все более и более популярны шкафы для напитков с большей демонстрационной поверхностью, то есть больше стекла, меньше дверной рамы. И вот в этом случае у нас модели в черном исполнении. Это очень удачно, что они у нас появились, потому что вы их можете поставить рядом, например, с винными шкафами, и они будут сочетаться по дизайну. Вот три модели, три новых модели. Импульсные промоутеры. Это такие открытые витрины, которые премиум класса. Их вы можете, конечно, увидеть и у конкурентов по более низкой цене, но наши отличаются тем, что они очень хорошо держат температуру. Многие поставщики вот такого оборудования, они обещают одну температуру, на самом деле в этом оборудовании совсем другая. Наши отлично держат температуру, пожалуйста, обратите на них внимание. Это серия PDC. Опционно можно приобрести стеклянные крышки для них. Это в основном как бы установка их в супермаркетах, да? Я правильно понимаю? Это для супермаркетов, для магазинов, для деликатесов и так далее. Вы их часто видите, там выставлены ягоды, фрукты, упакованные салаты, какой-то фастфуд или еще что-то, то, чтобы можно быстро пройти. Прошел, увидел и, ну, взял и пошел. Импульсная продажа именно. Вот такие низкие горки тоже для тех же целей, для импульсных продаж. Вы их тоже, наверное, часто видели в проходах, в магазинах, в супермаркетах. Но их можно использовать и на заправочных станциях также. То есть, опять же, проходишь мимо, увидел там цветную красивую упаковку, схватил, пошел дальше. Мне кажется, в аэропорту можно тоже. Да, в аэропорту, да. Опять же, отличаются... Это недорогие, это недорогие горки, или как их назвать, низкие горки, да? Но они отличаются, выгодно отличаются от наших многих конкурентов. Они очень, опять же, хорошо держат температуру. То есть, даже в открытом состоянии на ночь для экономии электроэнергии их можно закрыть ночной шторкой и ночные шторки с механизмом мягкого закрывания. То есть, она у вас не взлетит, как ракета, если вы будете ее закрывать. Два размера этих горок. Бонеты различные. На них надо будет, может быть, в следующий раз остановиться. Интересные модели. Ну, так как вы с супермаркетами, может быть, не так много работаете, наверное, мы быстро дальше пойдем. Ну, интересная модель есть, очень низкий. Есть банеты с двойным объемом. То есть, одна банета с доступом с двух сторон, но объем один, то есть, здесь нет перегородки. Очень удобная для магазинов с ограниченными площадями. И вот эти shallow серии, они довольно низкие, то есть, демонстрация товара намного лучше, чем у стандартных моделей. Большая серия моделей горок. В белом исполнении, в исполнении из нержавейки. Есть модели zero. Zero – это более низкие температуры. У нас в Скандинавии требуется от нуля до плюс двух для хранения молочной продукции. Вот поэтому это более низкая температура. Есть модели Slim – это узкие, 58 сантиметров всего для магазинов или помещений с ограниченными площадями. Есть из нержавейки, есть белые. Три размера каждые. А подскажите, температурный режим вот только получается от нуля до четырех, это вот именно zero? А модель Slim там плюс два, плюс восемь, да? Так получилось? Да, ну примерно так, да, да, от нуля до четырех, да, правильно. Похожие модели в трех размерах, но уже со стеклянной крышкой, они немножко поглубже получаются. С стеклянной дверью, наверное. Да, извините, со стеклянной дверью для экономии электроэнергии. То есть это единственное, что... Но многие магазины на сегодняшний день приобретают именно такие, для того чтобы... ну да, потому что общий объем электроэнергии, которую они потребляют, он огромен, да, поэтому здесь каждая горка или каждый шкаф, который будет экономить, это для них очень важно. Вот совсем новое оборудование, это холодильные и морозильные камеры. Но скажу, что отличаются от многих конкурировщих тем, что их очень-очень удобно собирать и очень быстро собирать. Я слышала, что некоторые конкуренты предлагают холодильные и морозильные камеры, в которые можно целый день возиться или даже больше, чтобы собрать эту камеру. Нашу час-полтора и все. Особенно если уже опыт. Мы сами в отделе продаж пробовали, сделали такое соревнование по 4 человека в каждой бригаде, собрали, кто быстрее соберет такую холодильную камеру. То есть у нас ушло не более полутора часа, хотя у нас не было опыта, мы не техники, полтора часа, правда у нас было 4 человека. Но если техники, допустим, если они вдвоем, они за час спокойно соберут. Ну, с опытом, естественно, если у них инструкция есть. А, Елена, подскажите, а стеллажная система входит в комплект? Нет, в комплект в цену не входит, но ее можно заказать дополнительно. То есть отдельно можно? Да, да. Морозильная витрина для мороженого, развесного мороженого, премиум класса, представленный в трех размерах. Давайте мы быстро пойдем дальше, потому что, если вы говорите с этим... Еще эконом-вариант морозильных витрин, это много размеров, много разных типов крышек, есть наклонные, есть прямые. На основании обычного морозильного ларя, просто к нему есть комплект стекол, можно использовать как тоже для раздачи мороженого, развесного. А подскажите, тип охлаждения у витрин для мороженого, статика или динамика? Статика, да, у этих статик, да. А у предыдущих? У предыдущих было две витрины, эти две витрины вентилируемые, это статик. Холодильная витрина, есть настольная, есть напольная, настольная сверху, серия LCT, по два размера каждый, прямоугольный и с гнутым фронтальным стеклом. На каждом рынке свои предпочтения. На каких-то рынках используется практически исключительно гнутая, на каких-то прямоугольные. Это уже зависит от привычек и тенденций на определенном рынке. И такие же напольные и напольные модели серии LPD. Три размера каждый. Опять же, уровень, температурный режим сохраняется независимо от окружающей среды, то есть очень хорошо держит холод, статальный стекло не запотевает, так как в него встроен антизапотеватель, и заднее стекло раздвигается, вентилируемый холод. А вот антизапотеватель, это касается и напольных, и настольных витринах? Нет, только напольных. Да, но настольные не запотевают за счет объема своих проблем. Ну и, наверное, один из последних слайдов по новой продукции, это новая серия G-Line. Раньше мы представляли такую линейку, но мы немножко изменили внешний вид, дизайн. Это для тех рынков, где требуется более дешевое оборудование, для каких-то бюджетных проектов, и поэтому мы изготовили небольшую серию из 201 нержавейки. Дизайн, он примерно такой же, как у гастро, немножко отличается внешний дизайн, но внутри мы не идем на компромисс с качеством, внутри в этой продукции та же самая электроника, те же самые компрессора, комплектующие, как в стандартной гастроэнергии. Единственное отличие – это материал 201. Артикулярно как это может отличаться? Ну, потому что чисто визуально… Нет, ну, я не слышала, я извиняюсь, я не слышала. По артикулу как отличается эта линейка, потому что чисто визуально она очень похожа на линейку гастроэнергии. Да-да, другие совсем модели названия, например, GC или GUC и так далее. Другие названия. Разница в цене 15-20% только за счет материала. То есть материал вы покупаете из 304-й нержавейки или из 201-й, разница в материале, в самом материале где-то 15-20%. За счет этого у нас есть и снижение 15-20%. Все остальное внутри – это то же самое. И она более ограниченная, эта линейка. Столы для пиццы вот в двух типах. Холодильные столы двух- и трехдверные, холодильные и морозильные. Ну, вот саладеты такие две. И четыре вида шкафов – вот морозильный и холодильный вариант – одно и двухдверные. Регулируемые полки, регулируемые ножки. Вот, наверное, все-таки последняя модель. Такой шкаф премиум-класса для охлаждения бокалов, рюмок, стаканов и так далее. У этого шкафа температурный режим от 0 до минус 15. То есть его не стоит использовать для мороженого, например, если вдруг кому-то входит в голову, потому что температура не опустится ниже, чем минус 15 градусов. То есть это предназначен именно для охлаждения посуды или для напитков. Но интересно, что можно использовать его также для хранения икры, если вдруг кому-то понадобится или понравится, потому что температурный режим подходит. Его можно отрегулировать до 0 минус 5. О, вот еще надо обязательно сказать. Это ваши представители видели эту линейку на хосте. Это универсальные столы с ящиками. Температура в каждом столе может быть минусовая, может быть плюсовая. Там где и два ящика, вы можете один ящик установить. То есть каждый ящик имеет свою холодильную систему, свой компрессор. Вы можете установить один ящик на минус, а другую на плюс. Очень легко меняется температура. Можно поменять на следующий день или через три дня, или через месяц. Здесь будет минус, а здесь плюс. Или сделать оба ящика плюсовыми, или оба минусовыми. То есть много разных вариантов. Низкие можно использовать для установки на него другого оборудования, какого-то теплового оборудования, например. Большие можно использовать как обычные рабочие столы. Ящики очень объемные, очень выносливые. Каждый ящик выдерживает до 60 кг. Брендирование. Я немножко говорила об этом. Возможно брендирование нашего оборудования и холодильного, морозильного. В основном это шкафы для напитков или лари для мороженого брендируют. Мы это можем предложить у нас прямо на складе, да, то есть оборудование, которое уже изготовлено. Если вам, допустим, нужно 2-3 штуки с логотипом вашего клиента, это мы можем сделать для себя, но это достаточно дорого. Если вы закажете большее количество, которое мы можем произвести под вас, ну, это срок посадки будет где-то 8-9 недель, тогда цена будет значительно ниже. То есть, в принципе, здесь нет ограничения по количеству, просто количество влияет на стоимость. Да, количество влияет на стоимость. И на каком момент оно брендировано. Например, если мы уже брендируем уже изготовленный продукт, это будет дороже, потому что нам надо распаковать. Оно стоит на складе в упаковке, нам надо распаковать, брендировать и запаковать опять. Может быть, упаковка была нарушена, ведь это немножко дороже. Если при производстве это намного легче и быстрее происходит, поэтому цена будет хуже, соответственно. Ну и, наверное, один из последних вопросов, который я хочу сказать, это переход на новые артикулы. Вы, наверное, это заметите. В течение месяца мы полностью перейдем с 10-значных на 5-значные артикулы для упрощения. И это будет отображено и на нашем сайте, и в ваших пресс-листах. В каталоге мы артикулы не указываем обычно. Но просто знайте, что сейчас мы как раз переходим на новые электронные системы, поэтому, может быть, некоторое несоответствие на сайте, может быть, сайт не всегда будет работать оптимально, но 2-3 недели дайте нам еще, и мы уже будем в состоянии полностью достоверную информацию разместить на нашем сайте. То есть пока он не обновляется. 2-3 недели, и все будет в порядке. И услуги на сайте, информация будет гораздо лучше, чем были до этого. Хотя, насколько я слышала, наш сайт и так, отзывы от клиентов, достаточно довольны нашим сайтом, много информации, очень информативная, очень простая, в обращении. Ну и наш веб-шоп у нас есть, вы, наверное, обратили внимание, что есть веб-шоп, где можно с партнерским доступом найти различную информацию, такую как инструкции, чертежи, списки запчастей, цены на запчасти, цены на ваше оборудование и так далее. Ну это только с партнерским доступом, надо обратиться через наш сайт для выдачи такого доступа. Можно размещать заказы на нашем клиенте, многие клиенты размещают, обычно это небольшие клиенты любят размещать заказы на нашем сайте, к которому там, например, 1-2-3 штуки, которые быстро надо отгрузить. Там же есть возможность калькуляции объема, и есть медиабанк для маркетинга, где есть фотографии в большом разрешении, если вам нужно использовать их на вашем сайте. Ну и последний слайд, это те бренды, с которыми мы в последнее время работали, их намного больше, но на одном слайде трудно было показать все наши бренды. Это и Карлсберг, например, те, кто знает Гиннес, Хайнекен, в основном это производители напитков и пива. А также производители мороженого. Ну вот, наверное, я закончу на этом, да, потому что мы совсем уже... Последний слайд. Вы можете уже сами прочитать, насколько мы хороши и интересно для вас. То есть вот повторяется уже то, о чем я говорила во время презентации. Так что спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok